Дорогие друзья, всем привет из солнечной и жаркой Алании. Мы продолжаем вас знакомить с интересными магазинами, которые расположены в Алании. И сегодня мы отправляемся с вами в оптику Туана, которая находится в самом центре Алании. А именно, если идти от магазина де-факто по этой улице до самого конца, вы непременно увидите Туану-оптик с левой стороны. Ну и, конечно же, от набережной по прямой вы можете дойти до фонтана, который расположен здесь. И на вот таком вот небольшом перекрестке вы увидите оптику, которая называется Туану. Для того, чтобы вы не заблудились, все контакты этой оптики, местонахождение на карте я оставляю в описании к этому видео. Дорогие друзья, хочу познакомить вас с Джембеем. Он владелец Туана-оптик. И сейчас он немного расскажет о себе и о своей компании. Туану-оптик. Всем приветик? НикitolкаSilедао. Туану-оптик в зг who kun Lotзи неlde heck已 годжали. У народу 15 лет на 1977 жена назад. У деке лет назад появилась цемんですа. Мы хотим пятить и близко кouses очень хорошо. Это варианты дороже! Мы если вам положить ярлыки вам, Зайс и Эстилов, мы выделаем от него. Мы показываем музыку, музыку и выкладываем на немногие которые, очень вкусные и производственные нашли наши, сегодня мы с вами была пора с визу, сколько с dieding? 30 с. 30 сеней. Сперва, с вами как фетхеник. Я фетьего. Фетхи. Фетхи, да, Дорогие друзья, сегодня мы с вами делаем обзор на оптику Туана, которая находится в самом центре Алани. Но пришли мы сюда по двум причинам. Первая причина – это подобрать очки Айхана, потому что вы знаете, что он недавно у нас получил права на вождение машины, и ему нужны очки, потому что зрение... Ну, в общем, он сходил к окулисту, и что-то у него там не так со зрением. И мы пришли, чтобы купить Айхана новые очки и поменять линзы на мои вот эти вот очки, потому что они уже старые, и меня не устраивают по цвету. Туана Аптик была открыта 17 лет назад, и 15 лет они находятся на этом же месте. А сейчас давайте познакомимся с ассортиментом сначала, а потом уже примерим очки, как я, так Айхан, примерим новые очки. По плану Аптик работает Оксана, она говорит на русском языке, но также у вас есть персонал, который говорит и на датском, и на английском, и на немецком, в общем, на всех языках. Но поскольку мы говорим на русском, и вы, конечно же, поэтому нас интересует больше всего русский язык. Оксана, расскажите, пожалуйста, на начало про солнцезащитные очки. Например, у меня есть фирма, итальянская, настоящая итальянская фирма, де Валентине. Вот, например, эта стоит за 400 лир. 400 лир. Да, за 400 лир. У нее хорошая линза, неплохая. И такая форма интересная? Да, очень интересная форма, да. Ромбовидная такая. Но у вас есть солнцезащитные очки абсолютно разных форм. Вот, например, вот это за 530 лир. Вот, это, например, солнцезащитные. Есть вот такие вот просто, это даже не солнцезащитные, а оттеняющие такие. Вот эти вот тоже очень интересные. У вас есть и мужские, и женские, да, и есть, вот эти тоже детские очки. Они поляризованные, да, потому что для детей надо поляризованные. Вот такие вот модели интересные для девочек и для... Вот это тоже очень интересная модель. Вот так, посмотрите, пожалуйста. Очень красивые, нежные. 50 лир вот эти вот стоят детские очки. Да, это да, 50 лир. 50 лир, смотрите, какие интересные. И на самом деле, друзья, не жалейте денег на хорошие очки и хорошие линзы. Лучше купить ребенку за 50 лир очки, которые будут поляризованные, качественные, чем за 5 лир, непонятно, какие очки. Вот это здоровье, это ваше здоровье и здоровье ребенка. Поэтому обязательно выбирайте качественные. Ну и служить они будут намного дольше. Ну да, конечно. Конечно. У нас есть и для мужчины, вот, например, вот здесь видите. Это мужские модели, да? Да, мужские модели. Вот, например, это юнисекс-модель. И для мужчины из... Тойк-550 лир. С лазенджер, это тоже итальянская марка, очень известная, хорошая, красивая марка. И мужская и женская модель. Вот, например, у меня есть вот эта кармель-марк. Посмотрите, как у нее линза красивая, со стеклами. Очень интересная, да. Это такая... Это модель, на самом деле, когда она круглая, это модель американских пилотов. Но здесь она вот так вот обыгранная и немножко сделана ромбовидной формой. Очень красивая, интересная. Вот, например, у меня есть очень известная марка Italia Independent. И у нее вот, например, очень красивая этот линза есть. Очень хорошие линзы. И очень легкие. Очень легкие. И вот, посмотрите, 750 лир. И вот так открываете он этот настоящий, вот, Таню. Вот так открывается. Поэтому они очень легкие. Да, да. Ну и, конечно же, вот такие вот... Томфорд тоже есть, например. Классические, да. Классические варианты. Это настоящий Томфорд. Есть разные цвета, варианты. Да, варианты. Все, все, все. Вот такие вот очень классические тоже. Томфорда есть... Стоит такие 2415 литров. Вот, например, самые известные вот этот модель Томфорда. 2880 литров. А эта модель стоит 3485 литров. Ну, конечно, очень. Они такие прям качественные, массивные очки. Очень качественные, да. Линзы прямо вот. О, супер-супер. Очень красивые. Кто любит вот такие вот интересные оригинальные вещи, можно подобрать очки от 300 литров до... Вот, пожалуйста, за 3000 литров можете себе выбрать. Вот эти померим. Шикарные, очень красивые. Очень красивые, да. Красивые модели. Очень красивые модели. Черные тоже есть этот модель. Черный цвет. На самом деле, друзья, я вам всегда говорю, когда вы выбираете что-то, не бойтесь вот таких вот сложных моделей. Самое главное, как обыграть. Можно надеть белую рубашку, черные брюки и супер-оригинальные, красивые вот такие вот очки. И будет это смотреться просто очень интересно. Интересно, да. Друзья, и самые оригинальные очки в этой оптике, это, конечно же, вот такие вот очки с супер-толстыми стеклами. Ну, конечно же, это шутка. Но если у вас раньше были... Оксана, ну это ведь на самом деле так, да? Раньше, если стекла были очень толстые, то сейчас с современными технологиями можно максимально облегчить жизнь тех, у кого такие толстые стекла. Да, да. Вот еще одни интересные очки. Да, интересные. Это немножко обычные очки, но у них цвет очень красивый. Очень интересные. 500 лир такие стоят. Ага, и очень интересный такой отдел. И у них есть всемирная гарантия 2 года. 2 года. Всемирная гарантия. Вот это тоже, да, 750 лир. Вот, посмотрите, пожалуйста. Очень интересные она. У нее есть и солнцезная площадка. Угу. Обычные, например. Ага, вот. Обычные очки. Совсем такие простые. Простые. Но они тоже здесь с металлическими дужками. Стоят такие 600... Очень легкие. Да, 650 лир. Кстати, напишите в комментариях, какие вы любите очки летом носить. Простые, совершенно простые, простая, право, простые стекла. Или летом вы даете волю своей фантазии и действительно ищете что-то вот такое вот оригинальное. Вот, например, у нее вот такая вот модель есть. Вот с лазером это сделано. Ой, интересно. Да, и даже у нее такой цвет тоже есть. Вот, например. У нее такой цвет тоже есть. Очень хорошая и красивая. Необычные очки. Да, очень необычные очки. Необычные очки. Необычная оправа. Оттеняющие. Стоят они 550 лир. Вот такой вот цвет есть. И вот такой тоже. А что? Также у вас в оптике есть большое количество различных брендов, известных. Такие как, например, что здесь у нас? Стоунфорд, Рейчел, Кристиан Диор, Каррера, Дольче Габбана, Марк Джейкобс. И смотрите, вот в такой вот сумочке-футляре, да, они продаются? Очень интересно. И такая модель, например, Рейчел, кстати, недорогая, стоит 850 литр. Ну, это такие очки на ценителей. И сейчас, кстати, в моде вот такие вот маленькие сумочки. Ну, конечно, в кросс-боди ее невозможно использовать, но смотрите, как вот вечерняя, да? И очки, и сумочка, все в одном флаконе. И так другое. Это не все марки у нас. Да, большое количество различных марок. И, конечно же, есть такие, как Кристиан Диор. Например, вот такие вот очень красивые очки. Кристиан Диор. Стоят они 4800 лир. И все вот эти вот очки оригинальные, они у вас с сертификатами, и, конечно же, срок годности, и так далее, обслуживание. Сколько вообще срок годности на очки? Есть ли такое? Два года в Северной гарантии есть. Ага, в Северной гарантии есть. Вот Ray-Ban у нас очень много моделей, настоящий итальянский Ray-Ban. У нее тоже два года в Северной гарантии есть. Гарантия, да. Очень много моделей, кстати, вот такие вот классические, и есть модели суперсовременные. И вот такие вот, держите, вот такие вот новые модели Ray-Ban. Очень классные, да, оригинальные, надо померить. Кстати, вам все идет. Да. А, кстати, вы знаете, что классно, что они полностью защищают и солнце, даже через низ оно не проникает. Вот это вот, на самом деле, моя любимая форма, огромная. И максимально они защищают, конечно же, от ультрафиолетового. И посмотрите, какая здесь интересная деталь для носа. Да? Все прям... Очень удобно. Да, да. Очень удобно. Все продумано прям вот для удобства. Также огромный выбор очков, оправы для очков, да? Да. Вот от таких металлических. И все, на самом деле, все цвета радуги, какие хотите. От скольки начинаются цены? От 300. От 300 лир начинаются цены на оправы. И мужские, и детские, да, и женские. И женские тоже. И есть очень много разных цветов. Розовые, вот такие вот фиолетовые, да? Классические тоже есть. Классические. Вот такие вот, например, черные, да? Прям вот классический нос с разными интересными деталями. В общем, друзья, если вы хотите выбрать себе что-то, невозможно вам показать весь ассортимент. Нужно приходить, мерить. Да, потому что, например, кажется, что вот эти вот очки мне подойдут, да? Ой, как мне нравится та оправа. Когда померишь, на самом деле, и в ширину лица она не вписывается, и по форме не подходит. Поэтому очки – это вот настолько индивидуальные вещи, как по цене, так и по форме. Поэтому… Вот, например, у нас такие модели есть. Вот настоящий Titanium, вот так открывается, очень легкая. Ну, это суперсовременные, да? Модели, прям, прям они… Я не знаю, сколько они грамм весят? Три, четыре, пять, да? Наверное, и три с половиной. И их, если на них сядешь… У всех, кто на ситочке, проблемы, если на них сядешь… Да, конечно, мы потому что так снимаем, и здесь постоянно бывает проблема. И вот этих оправок вообще ничего не будет. Нет вообще проблем. И если вы любите что-то классическое, вот такая вот более классическая оправа, да, более такая солидная, в общем, можно найти и выбрать от суперклассики для адвокатов-писателей до, там, скейтбордеров, сноубордистов, все, да, и всех. Поэтому, друзья, очки – это очень индивидуальная вещь. Приходите, меряйте. И я вам всегда говорю о том, что когда вы берете какую-то вещь, даже очки, всегда продумывайте свой целостный образ. Есть и вот такие вот очки, которые полуоправа, полустекла, как это называется, да, то есть снизу без оправы. Без оправы, да. Они смотрятся такими очень легкими. Как красивые, вот как бабочка, вот, например. Смотрите, вот здесь тоже вот. Очень легкие они, такие воздушные прям. Ну и, конечно же, если мы говорим про оригинальные очки, одна из тоже оригинальных оправ, зеленая, подойдет кому? Кому подошла бы вот такая вот зеленая оправа? Обязательно напишите в комментариях, кому бы подошла такая оправа. Вот мне, я сейчас на первый взгляд, даже и не какому-нибудь... Ну, в принципе, эта 16-17 летная тоже может этот как бы одеть. Да. В принципе, 60 лет тоже может одеться. Тоже может одеться. Да, тоже может одеться. В зависимости от стиля. Друзья, напишите обязательно в комментариях, кому, кого вы видите вот в этой вот зеленой оправе. Ну, Оксана, спасибо вам большое за то, что вы все подробно рассказали. Как я вам говорила, то она оптик Оксана говорит на русском языке. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу оправ, стекол, солнцезащитных очков и так далее, в описании к видео мы оставим номер WhatsApp. И обязательно пишите, задавайте вопросы, просите фотографии, потому что очень многие спрашивают, если такая права, такая, Оксана, может, сфоткает. Правильно? А сейчас? Обян, соглашение, мы что-то Dad. о камни с целью у нас есть стандартные эти стандартные выражения более удобно мы делаем мы делаем мы делаем стандарт и более широкая более широкая мы делаем мы делаем 2. 3. 4. 5. 6. 12. 13. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 19. 19. 20. в цель отгиближек. И так вот, как это выглядит. Так вот, как большая часть гроба. И очень сильная часть и отверстия. Очень сильная часть. Так вот, как мы видим, как так, как француз Ассельор компании. И. И. аман за из фирмасы найт чем наш вуще гиде гарантий и джам сервисы мучитель визитова сундув сейчас мы их она выбрали три пары оправы и он их будет мерить первая оправа очень легкая то оправа но альхану с его зрением слишком большая есть вот такая вот интересная нам посоветовали взять более узкие очки потому что такие альхана особенности глаз он будет их использовать только в офисе эти очки и вот это вот третье оправа напишите как вам больше нравится но больше всего нам понравилось вот это вот оправа а ja Друзья, я тоже себе выбрала три оправы. Сейчас я ищу себе оправу, она должна быть черной, и я хочу более такую округлую оправу. Ну, в идеале она должна быть вот такая вот, как эта по форме, и совершенно простая, без каких-либо деталей таких видимых. Мне очень понравилась вот эта вот оправа, Tom Ford Udemy. Она очень интересной такой формы, и я хочу что-нибудь интересное и такое строгое. Мне кажется, это очень красиво оправа, и здесь, правда, есть вот такие вот детали золотые, и очень интересная деталь вот здесь. И мне кажется, эта оправа мне подходит, как вам кажется. Вторая оправа тоже темная, но с такими вот интересными, даже не деталями, а принтом. Видите, да, что она здесь не совсем черная, а с такими вот точечками. Она не такая яркая, как вот эта, на самом деле, это очень яркая, а эта более такая спокойная. Вот такая вот, и... А вот это вот Armani и очень легкая, Чок Хафиф, очень легкая, но металлическая. Тоже такая классическая модель, без каких-либо видимых деталей. И мне кажется, вот эта вот тоже очень хорошая. Напишите обязательно в комментариях, какая вам больше понравилась. Я вот думаю, брать либо вот эту вот Armani, потому что по форме мне очень подошло, и по деталям, либо вот эту. Сейчас Айхану будут делать очки, и сначала измеряют расстояние между зрачками. Друзья, если вы хотите сделать замер вашего зрения, то в этой оптике тоже вам помогут, предложат врача, к которому вы можете съездить и измерить ваше зрение. Потому что в Турциях в оптике зрение измерять запрещено. Также вы можете с собой привести рецепт от вашего врача, либо ваши старые очки, по которым замерят вам зрение. И здесь у них расположены аппараты нового поколения, где сейчас Айхану будут делать его очки. Вот оправа Айхана. Взяли одно из стекол. И сейчас на вот этом вот аппарате будут замерять стекло, для того, чтобы в дальнейшем вырезать прям под оправу Айхана. Замер произведен буквально за 5 секунд. Сделали замер сначала правой линзы. Теперь вставляют левую линзу и также будут делать замер левой линзы. Также сейчас вводят все данные. И самое главное, это информацию о расстоянии между значками. Сейчас введут все данные. И компьютер автоматически поставит, отцентрует вот эти вот линзы. Все, компьютер отцентровал. И сейчас вот эти вот данные перенесут вот на этот компьютер. И на вот этом аппарате будут вырезать уже стекло под оправу Айхана. Все данные внесли в компьютер. Что там таки где-нибудь? И сейчас линза будет по форме оправы линзу будут обрезать. Одна линза готова. Вот так вот она получилась. И теперь вставляем вторую. Вставляем вторую. И также компьютер задал время, 3 минуты. И будет готово. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok